В скором времени тысячи актюбинских детей и подростков смогут в современных и комфортных условиях заниматься искусствами и наукой. В Актюбе подходит к концу строительство Академии Творчества, возводимой за счет средств транснациональной корпорации Казхром. Новые социальные объекты смотрели Акимобласти Бердбекса Парбаев совместно с прибывшим в Актюбе председателем Совета Директоров Евразийской группы Александром Ашкевичем. С подробностями Владимир Федотов. Встретившись в Актюбинской Академии Творчества площадью 13 тысяч квадратных метров и проектной мощностью на тысячу мест было начато летом прошлого года. На эти цели транснациональной корпорации Казхром был выделен 1 миллиард 800 миллионов тенге. Оборудование сейчас заводится, константское производство, что-то если не производство здесь, то импортно производство. При посещении Академии Акимобласти и Александр Машкевич встретились с победителями международных олимпиад, научных соревнований, а также творческих конкурсов. В прошлом году нашу область на международном уровне представили 48 подростков. Из них 30 заняли призовые места, и Академия Творчества откроет для них новые возможности самореализации. Где-то разные кружки, особенно то, что мы говорили, обсерватория, планетария. У нас планетария есть, но она маленькая, она старая, а здесь будет самое современное заниматься. Где-то через месяц-два-три мы это полностью завершим. Сейчас строительные, монтажные, отдельные работы завершаются. Сейчас будет уже работа по монтажу соответствующих оборудований. Денег все выделили, теперь для вас будут созданы все условия, будут возможности, чтобы вы занимались, чтобы вы свои таланты здесь показывали. Я это все делаю по распоряжению президента нашей страны, который о вас думает, но, стану говорить, о вас думает, хочет, чтобы вы росли интегрированными в мир. Он объявил в своем послании сегодня о модернизации. А что такое модернизация? Это вы образованные, вы должны быть самыми современными людьми, интегрированы в мир. Чтобы были вы готовы действительно во всем мире представлять Казахстан. Поэтому дай бог, чтобы здесь действительно этот вред школьников приносил всем радость. Отметим, что в Академии творчества дети и подростки смогут изучать азы актерского мастерства тележурналистики, заниматься живописью, дебатами, авиа и судомоделированием будут работать планетария, обсерватория, радиостанция. Это наглядный пример успешного партнерства государства и бизнеса при решении проблем сферы образования. В целом в области в этом году мы планируем строительство более 20 детских садов в рамках программы государственного частного партнерства. Кроме того, надеемся, что в течение месяца-двух заработает данное прекрасное здание и около тысячи детей одномоментно смогут заниматься в Академии творчества. Ответим также, что председатель совета директоров АРГ Александр Машкевич пообещал выделить на реализацию Академии творчества дополнительно 580 миллионов тенге. Владимир Федутов, Самат Каликенов, Казахстан, Октубе.